Обзвонив накануне международной выставки «Балтур» несколько туристических фирм, тайный покупатель рубрики «Ваш бизнес-консультант» выяснил, что турагентства могут потерять потенциального клиента только потому, что недостаточно внимания уделили своему присутствию в интернете, а специалисты, отвечающие на звонки, не обучены правильно вести с ним диалог. Так что же должен делать специалист турбюро, чтобы позвонивший человек стал постоянным клиентом именно этой туристической фирмы? Эксперт рубрики Светлана Старостина комментирует ситуацию. Во-первых, это ваше присутствие в интернете, потому что клиент, прежде чем вам позвонить, он обязательно зайдет в интернет на ваш сайт и будет искать информацию там. Ваш сайт должен соответствовать критериям продающего сайта. Там очень четко должны быть видны телефон, адрес, все контакты. Должны быть отзывы клиентов, благодарных, конечно же. Должны быть прописаны все выгоды для вашего потенциального клиента. Программы лояльности, бонусы. Это должно быть обязательно. Так же, как ваш сайт должен легко и просто читаться с мобильных устройств. Это требование сегодняшнего времени. И вы должны быть в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram. Есть очень простой алгоритм эффективного диалога. Он, в принципе, приемлем для любого вида бизнеса, ну, с небольшими изменениями. Естественно, что сначала идет приветствие и название фирмы. Затем самопрезентация. То есть специалист туристической фирмы обязательно должен назвать свое имя. Затем он выслушивает, конечно же, пожелания, просьбы клиента. И в этот момент, когда клиент ведет свой разговор, очень уместно спросить его имя. Это вызывает доверие в последующем разговоре вашем. Затем он просто говорит о том, что хорошо, давайте определимся с подробностями вашей поездки. И начинается непосредственный диалог. Очень хорошо, если в этот момент уточнить бюджет потенциального клиента. Потому что если он замыслил потратить только 500 евро, то вы, если будете ему предлагать поездку за 1500 евро, естественно, что он не поедет. Дальше вы уточняете направление, страну, время. Но в этом блоке очень уместно спросить вообще о предпочтениях клиента. Потому что вы продаете путешествия, а это радость, это счастье, это шум океанского прибоя, горный воздух. Вы продаете эмоции. Так включите немножко эмоций, и в этот момент очень легко и просто взять контакты клиента. Дальше разговор, естественно, переходит к цене. Возможно, отработка каких-то возражений. Клиент в данном случае может сказать, что он подумает. Но у вас есть его контакты, и вы ему можете перезвонить. Вы ему можете написать потом, когда будет то предложение, которое, скажем, его интересует. То есть вы можете продолжить контакт с этим человеком. И при вашей грамотной работе он, конечно же, станет вашим верным и надежным клиентом. Что, как, когда говорить клиенту? Где точки роста вашего бизнеса? Что нужно сделать, чтобы получать больше денег в вашем бизнесе? Вы можете узнать на консультации по диагностике вашего бизнеса. Для зрителей делового подхода она бесплатна. Звоните.